Итак, здравствуйте! В эфире Инсталайф, Института геологии и нефтегазовых технологий. И я, его ведущая, Адель Шамилова. Сегодня в нашей беседе принимает участие проректор по научной деятельности и директор Института Данис Карлович Нургалеев, заместитель директора по взаимодействию с работодателями и практиком Андрей Анатольевич Терехин, а также заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Михаил Алексеевич Вархоломеев. Итак, в ходе сегодняшнего прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, образовательных программах, вступительных испытаниях, условиях приема и особенностях учебного процесса. Но для начала я предлагаю посмотреть ознакомительный ролик о жизни нашего института. Институт геологии и нефтегазовых технологий восхищает своей богатой историей. Обучение геологическим наукам началось практически сразу же после образования самого университета. За два столетия в Альма-Матер сформировалась и получила всемирное признание Казанской школы геологов. А после, продолжая современную историю вуза Геофак, расширил свои границы и заявил о себе, как институт геологии и нефтегазовых технологий. Данное преобразование состоялось с 5 мая 2011 года. Уже сегодня в арсенале сотрудников института имеются передовые технологии, мощное научное оборудование, образовательные программы, учитывающие давние традиции геологического образования. Нефтяные компании – основные игроки на биржевых торгах. Цену на этот важнейший ресурс определяет общее состояние рынка. Неудивительно, что работа в нефтедобыче и нефтеразработке – одна из самых престижных и стратегически значимых в современной России. Но кто они, современные геологи? Специалисты по геологии? Главные по строению земной коры? Так говорит словарь. А что говорит о себе сама профессия? Сегодня не нужно умываться нефтью, чтобы стать геологом. А что нужно? Думать. Из школьного курса известно каждому, что черное золото образовалось много миллионов лет назад. А теперь нефть залегает в особых горных породах, содержащих пустоты в породах-коллекторах. Сегодня сотрудники геологических служб детально изучают распределение пород-коллекторов в пределах месторождения нефти, определяют места для бурения скважины и контролируют процесс бурения, где и отбирают образцы горных пород. Обнаруженную нефть необходимо извлечь из пустот внутри породы и поднять на поверхность. Для этого существует множество способов. Напомним, из нефти мир получает не только бензин и пластмассу, но и большинство вещей человеческого обихода. Безусловно, углеводороды важны. Однако для промышленности и строительства нужны и другие виды ресурсов. Особенно человечеству полюбились руды черных и цветных металлов и драгоценные камни. Да, добычей данных ресурсов тоже занимаются специалисты, выпускники Института геологии и нефтегазовых технологий. Благодаря труду специалистов нефтегазового сектора ежедневно летают самолеты, ездят автомобили, строятся дома, из кранов течет вода, производятся одежды, обувь и даже продукты питания. Наверняка вы и не задумывались над этим, но еще одним важнейшим полезным ископаемым является вода. По подсчету ООН, население Земли к 2040 году составит более 9 миллиардов человек. Как отмечают специалисты, уже через 20 лет на планете будут использованы 70% доступного годового объема пресной воды. Изучением водных ресурсов занимаются гидрогеологи, чьи исследования должны решить проблемы с недостатком питьевой воды. Возвращаясь к сегодняшнему дню, стоит отметить, что человечество вошло в эпоху развития цифровых технологий, где все более важными становятся междисциплинарные подходы к научным геологическим исследованиям и решению производственных задач. Так, например, совместно с геофизиками геологи изучают процессы распространения физических полей в геологических средах, фактически просвечивая недры Земли. Каждое месторождение, как и человек, имеет этапы своей жизни. Нефтяники называют их открытие, разведка, разработка и эксплуатация. И теперь, когда значительно расширилось географическое расположение месторождений нефти и газа, когда плавучие буровые установки появились в акватории целого ряда морей, стране и миру крайне необходимы соответствующие специалисты. Переходя от слов к делу, студенты получают навыки на первой геологической практике, которую проходят все профили обучения. Будущие специалисты учатся правильно описывать геологические разрезы и проходящие процессы. Безусловно, речь идет не только о дневных учебных маршрутах. А вот производственную практику студенты проходят в крупных геологических и нефтегазовых компаниях. Для распределения студентов институт проводит не только ярмарки вакансий, но и различные мероприятия совместно с партнерами. Не менее интересны условия работы для начала карьеры молодого ученого. В институте функционируют несколько научных сообществ, студия геоинформационных систем, технологий и еще многое другое. Безусловно, ни одной учебой жив студент. В Институте геологии и нефтегазовых технологий есть уникальная возможность реализовать свои творческие способности. Важно и то, что приезжие студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ обеспечиваются общежитиями. Многие из них уже с первого курса живут в лучшем кампусе России – деревне Универсиады. Завершив обучение в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ, выпускники становятся востребованы на производстве. С целью содействия трудоустройству университет развивает партнерские отношения с ведущими компаниями нефтегазового и геологического секторов. Такие интересные, многосторонние и, что немало важно, востребованные на современном рынке труда профессии, геолога и инженера нефтяника вы можете получить в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Это позволит построить успешную траекторию личностного, профессионального роста, развития для осуществления самой заветной мечты. Ну что ж, а я напоминаю, что наша встреча проходит в режиме реального времени. Свои вопросы вы можете оставлять в нашем чате, который прямо сейчас транслирует данное мероприятие. Итак, забегая немного вперед, я хотела бы ответить на первый вопрос по поводу записи прямого эфира. Да, он будет, и он будет транслироваться на телеканале Универ ТВ. А теперь, переходя к основным вопросам повестки, я хотела бы спросить у вас, Данис Карлович. Расскажите, пожалуйста, чем сегодня живет Институт геологии и нефтегазовых технологий и какие возможности он открывает для своих студентов? Да, конечно. Здравствуйте, дорогие ребята, выпускники. Сегодня вы уже, или завтра вы уже будете абитуриентами, да, называться. Вот абитуриент — это человек, который выбирает свою профессию, несет свои документы в какой-то университет, на какой-то факультет, чтобы потом в итоге получить профессию, которая будет нравиться ему, у нас ему нравится будет, и, в общем-то, будет его, как бы, обеспечивать ему жизнь достойную, хорошую, красивую, приятную. Вот у нас на Институт геологии, или мы так, между собой, называем геофаг, у нас есть такой лозунг — мы готовим счастливых и успешных людей. То есть счастливых. Почему? Потому что им нравится эта работа, они любят ходить на эту работу, они получают удовольствие от своей работы, и, с другой стороны, они успешны. То есть они, во-первых, живут в хороших домах, у них красивые умные дети, в общем, все остальное. То есть успешность. Успешность — это когда вы со стороны выглядите успешным человеком. Вот мы к этому стремимся. И мы не только обучаем геологии, нефтегазовому делу, но также обучаем и тому, чтобы вы стали счастливыми и успешными людьми. Во-вторых, конечно, очень важно вам правильно выбрать профессию, то есть выбрать тот университет, ту специальность, которая позволила вам при ваших возможностях достичь максимального при ваших возможностях, чтобы вы не пошли в какой-то маленький университет, не пошли в слишком большой университет, потому что вы боитесь. А вот Казанский университет — это Казанский университет, который находится в Казани, рядом с вами. Сегодня вообще проблема, конечно, с тем, чтобы поехать в Москву. Масса проблем существует. Он в Казани, он здесь. И даже люди, которые хотели поступить сюда, Казанский университет, но сегодня не могут. Я предлагаю приехать, потому что вы видели в фильме. У вас прекрасное общежитие, прекрасные возможности. Теперь немножко об инсиузе геологии, о геофаке. Вот смотрели фильм и увидели, что действительно, Казанский университет, ему в этом году будет 216 лет. Это один из старейших университетов России. И вот в 1804 году, когда был университет открыт, буквально на следующий год был открыт минералогический кабинет. Минералогический кабинет — это где изучали минералы. То есть люди давно интересуются тем, на какой планете они живут и что под ногами у них вообще есть. Понятно, вода, железо, руды какие-то, уголь, нефть. Вот эти все полезные ископаемые человек интересуются с тех пор, когда он вообще, скажем, стал руками что-то делать. А сегодня, конечно, полезные ископаемые ресурсы, природные ресурсы — это одно из основных направлений исследований и использования для человека, скажем. Вот говорили нефть, нефть. Действительно, сегодня человечество нуждается в громадном количестве энергии. Но вот пришла пандемия, количество энергии стало... не нужно столько энергии, скажем, самолеты не летают, машины не ездят, пароходы не плавают, поезда не ездят. То есть понимаете, понадобилось меньше нефти. Люди стали экономнее. То есть мы увидели сразу, ага, вот эта сторона еще есть, оказывается. То есть мы живем там непосредством, хотим что-то большее. Но тем не менее природные ресурсы всегда нужны. Вот в фильме тоже был эпизод про воду. Вода сегодня уже дороже нефти намного. То есть вода нужна всем. Сегодня обеспеченность водой в мире очень плохая. На самом деле есть огромные территории, огромные большие страны, где людям не хватает чистой питьевой воды. Конечно, много чего не хватает. Вот сегодня у нас говорят электромобили. Электромобили, для всех этих батареек, для всех этих элементов, для всей этой радиоэлементной базы нужны какие-то металлы, какие-то редкие металлы, которых на Земле, может быть, не хватит даже реализовать те планы, которые мы сегодня планируем, скажем, сделать. Скажем, мы говорим, да, мы сделаем всем батареям. Оказывается, нет, не хватит для всех батарей, для всех автомобилей этого металла. Ну, выбирая профессию, вы смотрите вперед. Вы говорите, да, а что, давайте сегодня пойдем, вот сегодня эти профессии, нужен, например, космонавт, исследование астероидов, которые изучают на астероидах природные ресурсы, будут добывать их. Да, такие у нас мысли тоже есть, но это, знаете, в далеком будущем. Конечно, у нас сегодня есть группа, которая исследует на меня планеты, например, Марс. Например, сегодня Марс изучен настолько глубоко, что мы уже имеем какие-то стратеграфические разрезы, мы изучаем, то есть масса всего, строение Марса. Но есть проблемы, которые сегодня колоссально являются актуальными, важными, скажем, и сегодня за эту работу платят хорошие деньги, эти люди нужны, они востребованы. Вот природные ресурсы, институт геологии и нефтегазовых технологий, это как раз вот та работа, которая сегодня абсолютно точно нужна. Эти люди, которых мы выпускаем сегодня, они абсолютно нужны, они сегодня расходятся, как пирожки из печки, их разбирают еще вот на третьем-четвертом курсе бакалавриата. Я уже не говорю про администратуру. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся всеми проблемами, которые открывает нам наша планета Земля. Оказывается, планета Земля не такая большая. В ней много океанов, много континентов поменьше, и на этих континентах есть разные, разного рода полезные ископаемые, начиная от этих алмазов и золота, которые говорили, кончают водой и нефтью. Такими широко распространенными полезными ископаемыми. Кроме того, я вам скажу такую цифру, интересную, не цифру, даже сравнение такое приведу, что, например, оборот углеводородов в стране, в России, например, он немножко даже меньше, чем оборот других полезных ископаемых в основном. Это строительные материалы, песок, щебень, известняк, камни всякие, строительные материалы. Оказывается, оборот этих ресурсов еще даже больше. То есть мы даже не подозреваем, мы думаем, что алмазы... На самом деле оборот алмазов – это совершенно мизерный объем. Это цифра совершенно маленькая по сравнению с водой, с нефтью, с строительными материалами и так далее. Кроме того, что мы эти полезные ископаемичи, мы занимаемся еще и наукой, потому что, например, наши геологи, геофизики занимаются, я уже говорил, Марсом занимаются, занимаются космической пылью, то есть ежегодно на Землю падают сотни тысяч тонн космической пыли. Она куда-то исчезает, это и крупные метеориты, и просто пыль, скажем, да. Это остатки тех планет, которые были, скажем, там 4,5 миллиарда лет тому назад в Солнечной системе, которая была совсем по-другому устроена. Это тоже очень интересно. Кроме того, скажем, например, мы занимаемся палеонтологией, например, да, это палеобиология, это история жизни на Земле. Самое интересное вообще вот в этой Вселенной, сама Вселенная, конечно, интересная, да, но интересно, как возникла жизнь на Земле. Почему произошел кембрийский взрыв, почему 500 миллионов лет тому назад появилось огромное количество видов на Земле, а потом они периодически пять раз, не меньше пяти раз, исчезали почти совсем. И вот сегодня идет еще одно массовое вымирание. Скорость этого вымирания колоссальная. Мы, человек, уничтожаем вот эту биота, которая есть вокруг. Это выглядит со стороны как массовое вымирание, которое было 65 миллионов лет назад, когда был огромный мощный вулканизм, например, в Индии, в Западной Индии, да, и вот планета была настолько, атмосфера была настолько загрязнена, что жить было на ней невозможно, и почти 80% биоты вымерло на планете, да. Это колоссально интересно. Есть масса других вещей, например, изучение современного климата, вот, говорят, метан, там, вот парниковый эффект. Это тоже мы изучаем, потому что мы изучаем не только то, что происходит сегодня, но мы изучаем это и по древним осадкам, скажем, потому что это было много раз на Земле. Это было и 10 миллионов лет назад были проблемы, это было и 500 тысяч лет назад. И всякие другие вещи, например, магнитное поле Земли сейчас уменьшается в интенсивности, вот оно скоро исчезнет, коллапсирует, да, и у нас не будет магнитных полюсов, вернее, будет магнитных полюса, но их будет много. Озоновый слой исчезнет, да, исчезнет вот этот магнитный, значит, щит, который защищает нас от жесткого космического излучения. Что будет? Вот это тоже можно изучать, потому что последняя такая ситуация всего лишь была 35 тысяч лет тому назад. То есть это все колоссальные интересные вещи научные, да, которые можно изучать. Ну, кроме того, конечно, у нас последнее вот сказано было, что в 2011 году мы стали не просто институтом геологии, мы стали институтом геологии и нефтегазовых технологий. Почему? Потому что сегодня это главный вызов. Россия – это страна, в которой колоссальный запас углеводородов. По газу мы занимаем первое место в мире по запасам, да, это вот, ну, мы, у нас в России четверть, по крайней мере, мировых запасов газа содержится, да, вот. Там больше 10% примерно нефти, да, мы добиваем огромное количество, мы ежегодно добываем почти там 500 с лишним миллионов тонн нефти, сырой нефти, да, вот добываем. Сейчас мы продаем за рубеж, сейчас мы перерабатываем у себя, сейчас мы используем для выработки энергии, для создания материалов и так далее, и так далее. Конечно, вот в этой области идет огромная конкуренция, да, сегодня в эту область привлекается все, что сегодня сделано, все, что сделано в биологии, в генетических технологиях, да, все, что сделано в так называемых сквозных технологиях, это искусство интеллекта, большие данные, да, это промышленный интернет и всякие такие вещи, вот то, что называют сквозными технологиями, которые везде проникают, начиная от медицины, там, кончая экологией, там, геологией, там, машиностроением и везде, так сказать, да. То есть мы используем все, что создано новое для того, чтобы в этой конкурентной среде выжить, чтобы наша нефть была дешевой, чтобы мы добывали ее дешевую, чтобы мы при этом, самое главное, не загрязняли окружающую среду, чтобы мы правильно находили места, где будут скважины, чтобы мы не оставляли, там, 70% нефти в земле, чтобы мы добывали, там, 80% нефти, которая вот есть в месторожении, чтобы мы ее добыли, это колоссальные высокотехнологичные задачи. И сегодня геолог, нефтяник, который решает задачи, он должен обладать всем вот набором тех знаний, представлять, что существует сегодня, да, все вот глубокие физические, начиная от квантового компьютера, кончая там последними, самыми последними крипс-генетическими технологиями, которые разрабатываются, скажем, там, в биологии, да, сегодня. Вот, все технологии, они используются, и поэтому сегодня нефтяник, это, ну, человек, который был с бородой, там, да, с рюкзаком, с, как сказать, с молотком в руке, да, они тоже есть. Я всегда считаю, что на геологию поступают люди, которым интересна окружающая среда, природа, они любят путешествовать, я сам такой, да, я поступал, приехал поступать на Мехмат и увидел, геофизика, что такое геофизика, они говорят, так это физика на свежем воздухе, я говорю, ну, это вот как раз то, что мне нужно, я пошел туда и совершенно не жалею, да, вот я уже много лет работаю геологом, я побывал на всех континентах, кроме Антарктиды, хочу туда еще поехать, и думаю, поеду, вот, жалкая пандемия, помешала немножко, вот, то есть, я, ребята, приглашаю вас, тех, кто любит природу, кто любит путешествовать, кто любит применять что-то вот в реальность, превращать в реальный продукт, приглашаю вас всех в институт геологии, институт газовых технологий поступать. Вопросы, пожалуйста, задавайте, пожалуйста, спасибо. Хорошо, итак, к нашему диалогу подключаются не только будущие первокурсники, а также выпускники бакалавриата 2020 года, и, соответственно, первый вопрос, какие возможности из сферы магистратуры и аспирантуры открываются для молодых специалистов, а также кем они станут на выходе? Михаил Алексеевич, я думаю, этот вопрос вам. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже сказал Данис Карлович, институт геологии и нефтегазовых технологий имеет большой спектр специальностей и возможностей, и когда вы поступаете на первый курс, то у вас есть еще дальше возможность продолжить свое обучение после бакалавриата и на магистских программах. Хочется отметить, что эти программы очень востребованные, и они охватывают оба направления. Это направление геологии, то есть все сферы геологии, начиная от геофизики, гидрогеологии, геологии полезных ископаемых, а также нефтегазовое дело. И здесь у нас есть очень несколько таких уникальных проектов, которые мы реализуем совместно с зарубежными университетами. Один из таких проектов – это магистрская программа «Петролиум инжиниринг», которая была запущена нами совместно с двумя крупнейшими мировыми нестинными компаниями. Это «Роснефть» и «БП», и реализуется один год в Казани, один год в Лондоне. В Лондоне нашим партнером является «Имперский колледж Лондона». Это университет, который входит в топ-10 ведущих университетов мира. И та программа, которая реализуется у них в нефтегазовых технологиях, считается тоже одной из топовых. Ее заканчивают ведущие специалисты и будущие руководители всех крупных компаний мира. И те, кто получит этот диплом, действительно точно имеют такой зеленый свет на любую, так сказать, карьерную траекторию, которую можно вообще достичь в нефтегазовой сфере. Есть возможность поступать на другие магистрские программы. Мы реализуем совместные программы с китайскими университетами, например, с Юго-Западным нефтяным университетом. В рамках обучения в магистратуре наши студенты могут поехать туда по обменным программам на полгода, на один семестр. И еще также у нас функционируют программы с ведущим французским институтом нефтегазовых технологий. Это французский нефтяной институт, который еще называют в обиходе IFP. Здесь также наши студенты, обучаясь на программе, могут поехать туда и по итогам двухлетнего обучения в Казани и во Франции получить два диплома. То есть практически все наши партнерские программы предполагают, что ребята получают сразу два диплома, обучаясь все те же самые два года. И, конечно, открываются большие возможности у наших выпускников и бакалавриата, и магистратуры, поскольку наш университет является базовым университетом Роснефти, сотрудничеством крупнейшими нефтяными компаниями от Газпрома, Сургутнефтегаз. И все эти возможности как раз наши магистранты и наши бакалавры могут получить, обучаясь и потом заканчивая, найти хорошую работу. Ну и если вы уже действительно решили связать свою дальнейшую траекторию с научной деятельностью, с проектной деятельностью, у нас есть возможность и по поступлению в аспирантуру. Функционируют программы по геологии. И вот с нынешнего года мы запускаем новую программу по разработке и эксплуатации. И надеемся тоже там получить выпускников магистратуры, которые будут дальше развивать нефтегазовые технологии. Как сказал Данис Карлович, сегодня очень такое сложное время перемен, и нужны действительно очень талантливые специалисты, которые могут решать вот эти вот сложности и вызовы, стоящие в нефтегазовой отрасли и в геологии в целом. Спасибо. Хорошо, благодарю вас за довольно исчерпывающий ответ. Андрей Анатольевич, я думаю, следующий вопрос для вас. Скажите, пожалуйста, насколько востребованы, актуальны, нужны профессии, которые получают студенты в институте геологии и нефтегазовом институте на профессиональном поприще? Да, действительно, в институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета можно получить практически обучиться всем профилям направлений геологии, стать классическим геологом, который, как сейчас мы говорили, с бородой, с рюкзаком, с молотком, стать геологом-нефтяником, работать в специальных подразделениях нефтяных компаний, в цехах по добыче нефти и газа, нефтегазовым инженером, заниматься технологиями разработки нефтегазовых месторождений, можно стать гидрогеологом и инженером-геологом, изучать физико-механические свойства грунтов, это часто требуется, вернее, даже всегда требуется для целей проектирования перед строительством, также изучать месторождения и подземных вод, как называется поверхностные воды. То есть фактически мы выпускаем весь спектр геологических специальностей, которые только сейчас предусмотрены образованием Российской Федерации. И, конечно же, основной вектор, основная наша стратегия – это сотрудничество с ведущими нефтегазовыми и геологическими компаниями России. Это обусловлено тем, что мы хотим, чтобы наши выпускники, вот опять апеллирую, Данис Калыч сказал, основной лозунг, были успешными и счастливыми и могли строить вполне достойные траектории профессионального роста. Конечно же, здесь мы задумываемся над тем, чтобы они смогли работать в крупных компаниях, где существуют хорошие программы развития молодых специалистов, соответственно, выполняются все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. Отсюда, значит, и наши желания, и возможности все у нас для этого есть сотрудничать именно с ведущими компаниями. Поэтому выпускники нашего института трудоустраиваются в компанию «Роснефть», «Газпром», «Нефтесеростные компании», «ТНГ Групп», «Башнефтегеофизика», «Галлим нефтегеофизика», подразделения компании «Шлюмберже», работающие в России, «Сургут нефтегаз», подразделения компании «Лукойл». Вот то, что прямо сейчас можно перечислить, те ведущие компании, с которыми мы сотрудничаем по трудоустройству выпускников и по организации производственной практики во время обучения в нашем ВУЗе. Хорошо, и поступил вот такой интересный вопрос. Если подавать документы на контракт, нужно ли сдавать дополнительно вступительный экзамен? Нет, не нужно. Если вы поступаете на контракт, то вы подаете документы точно так же, требования одинаковые для участия в отборе на бюджетную форму и контрактную форму. Значит, когда вы регистрируете... Во-первых, давайте я чуть-чуть сначала немножечко отвечу на этот вопрос. Одна из особенностей приемной кампании 2020 года является то, что все взаимодействие университета с абитуриентом осуществляется дистанционно. В нашем случае через личный кабинет в социальной сети буду студентом. Вот, там вы регистрируетесь. Регистрация очень простая. Вот, я думаю, что в ссылке к описанию видео, которое сегодня будет записано в сторис в Инстаграме, эти ссылки можно разместить будет, прямые на регистрацию в социальной сети буду студентом, где вы заводите личный кабинет, авторизуетесь и можете подавать все документы дистанционно. Там можете выбрать, куда вы хотите поступать, на бюджет или на контракт. Также стратегия может быть такой. Вы можете участвовать в конкурсе на бюджетные места. Если, скажем, вы не проходите на бюджетные места, потом у вас есть возможность написать заявление и заключить договор о контрактной форме обучения. Хорошо. Многие интересуются, есть ли бюджетные места, научную форму, нефтегазовое дело и сколько баллов нужно набрать. На гнифтегазовом направлении есть бюджетные места, есть бюджетные места в боковый ряд, есть бюджетные места в магистратуру. На эту специальность для того, чтобы поступить на очную форму, именно бюджетную, необходимо в целом набрать порядка 240 баллов. То есть примерно 80 баллов в среднем должен быть по каждому экзамену балл. И также есть еще у нас на магистратуре, как раз по той программе, про которую я говорил, грантовая поддержка от нефтяных компаний BP Rosneft, которая также предоставляет возможность нашим студентам за счет их средств обучиться и получить два диплома по этой программе. Хорошо. А какие ЕГЭ нужны для нынешних школьников, чтобы поступить в Институт геологии и нефтегазовых технологий? Мы принимаем три ЕГЭ. Это русский, математика и физика. И я не хочу немножко дополнить ответ Михаил Алексеевича, что касается нефтегазового дела, вот этого вот профиля и, скажем, направления, именно профиль там разработка, направление нефтегазовое дело, то действительно бюджетная форма обучения, чтобы поступить, нужно набрать порядка 240 баллов. Но кроме этого у нас есть направление геологии, и на направлении геологии есть еще четыре профиля. Это, соответственно, геология, это классический геолог-поисковик. Это геофизика, это геология и геохимия горючих полезных ископаемых, по-другому можно говорить геология нефтегаза, и гидродиология, и инженерная геология. Так вот, на этих профилях баллы варьируют порядка от 220 до 230, средний балл. И еще я рекомендую вам, наши уважаемые абитуриенты, ориентироваться как раз на средний балл, который был в прошлом году, позапрошлом году. На сайте приемной комиссии Казанского университета есть статистика по проходным баллам прошлых лет. Она доступна, и я вам рекомендую, чтобы оценить свои возможности, посмотреть эту статистику примерно за пять лет и ориентироваться именно на средний балл. Так будет, наверное, самая правильная стратегия, чтобы строить какие-то прогнозы. Но опять-таки, обращаю ваше внимание, что даже вот тот средний балл прошлых лет является сугубо ориентировочным, потому что конкурсная ситуация этого года зависит, конечно, от результатов ЕГЭ и от количества подданных заявлений. Хорошо. Участник нашего диалога в сети интересуется, предположим, такая ситуация. После вступительных экзаменов с бюджета вдруг абитуриент придумал, и ему нужно поступать на контракт. Нужен какой-то дополнительный пакет документов. Может, надо написать дополнительное заявление. Что ему нужно сделать дополнительно, чтобы он подавал на бюджет, но все-таки ему придется поступить на контракт по каким-либо причинам. Извините, можно подчинить вопрос, который был в сети? Имеется в виду, это на этапе зачисления первой или второй волны, или уже после поступления? О чем идет речь? Вот приносит абитуриент пакет документов, и он узнает, что он не вытягивает на бюджет, но его берут на контракт. Соответственно, как будет проходить процедура, что вот на бюджет вас не возьмем, то есть ведь студент не останется без института, без образования? Значит, ему надо на контракт. Что он будет делать? Писать заявление, приносить дополнительные документы, снимать какие-то дополнительные ксерокопии? Документы не нужны, конечно. Я думаю, что вот, чтобы определиться здесь, нужно будет написать заявление. То есть это нужно либо дистанционно, если у вас цифровая подпись есть, либо на месте подписать заявление, потому что человек, который по конкурсу не проходит, он же может забирать документы и поступать в другое место, а мы его тут осуществляем на оплатное, он должен выразить свое личное желание или решение. То есть это должно быть либо заявление подписано, либо какая-то цифровая подпись должна быть. Все, отлично. Так, далее. Наверняка ведь учеба, она не ограничивается только книгами, сидением за парт, лекциями. Расскажите немножечко о практике. Об учебной, ознакомительной, о производственной. Чем они друг от друга отличаются? То есть для нынешних абитуриентов это пока не очень понятно. Да, действительно. Вот обучение в Институте идеологии и нефтегазовых технологий можно еще нашей изюминкой сказать то, что у нас много практик, много практического обучения. И ребята, все, которые у нас учатся, проходят через геологическую практику. Вот геологическая практика организуется недалеко от Казани. Это вот Приказанский район, Тетюшский район, одним словом, правобережье Волги. Они проходят эту практику вместе. Она является общей для всех студентов, выезжает всей группой. Кроме маршрутов геологических, где они знакомятся с правилами описания обнажения геологического, стоя земли, изучают уже на практических примерах, приобретают навыки вот такого полевого геолога. Они еще и живут вместе, живут в палатках, готовят на костре. Иногда не только на костре, но еще и на такой полевой кухне. И, естественно, это время, по отзывам наших уже выпускников, является, наверное, самым интересным и самым запоминающимся. Вот выпускники, которые приходят к нам через 10, 15, 20 лет, 40 лет, они все начинают вспоминать вот именно эту полевую первую практику. Геофизики вспоминают еще геофизическую практику, когда они уезжают с приборами. Первый раз начинают просвечивать Землю, как мы сейчас говорим, то есть изучать с помощью различных геофизических методов геологический разрез. Именно эта практика первым запоминается. Ну и, конечно же, в дальнейшем, как я уже немножко раньше говорил, у нас выставлены взаимодействия с компаниями геологическими, нецегазами компаний. Разъезжаются по всей стране, получают практические навыки, работают, возвращаются, обмениваются впечатлениями. Одним словом, в практике у нас обучение действительно практика ориентированная. Это мы считаем достаточно весомым плюсом. Ну, может быть, Данис Карлович, вот сейчас он дополнить хочет. Дополнить, знаете, как я просто про себя, я уже говорю, вот я сижу, я же вот человек, да, я тоже на практике был, когда студентом был. Я был в Южной Якутии, это Алдан, это называется Якутская Сочи, это вот, значит, мы искали золото, потом искали, значит, апатиты, вот там есть такое серегдарское месторождение апатита, очень красивое. Это вот красота. Я впервые встретился с медведем там, как бы, да, впервые ловил рыбу, что можно было просто удочку кидать, она не долетала до воды, ее харюс уже хватало, я выдергивал, да. Первый раз увидел, как рыбу из пистолета стреляет, 15-килограммового таймени, да, то есть массу удовольствия такого. А потом я был в пустыне, на Мангашлаке был, да, под Маатой в Казахстане работал. Вот в пустыне мы делали аэромагнитную съемку, значит, там, ну, это уже, как бы, браконьеры, это не я, я вот студентом. Охотились на сайгаков там, да, по ночам, вот. Потом я был в Северной Якутии, был, алмазом искали, да, и вот когда бурили скважины, я вот так держал, горсть алмазов держал, плавали, черные были такие, да. То есть, знаете, вот это на человека, как бы, да, по человеку, как бы, да, интересно вот ему это путешествие, да, это, все это возможно. Сегодня наши выпускники работают, вот в Атлантике делают сейсмику, да, в Северных морях, в Арктике делают там, где это работают, значит, на платформах работают, да, в Бразилии работают. Вот выпускник у меня, вот приехал только что из Венесуэлы там работает, да, где-то. То есть, они по всему миру работают. Это только от вашего желания зависит. Вот моя дипломница, она сейчас работает в Норвегии, вот, в Бельгине живет, в Сатойл, в этой компании норвежская работа нефтяной, да. То есть, в принципе, это от вас зависит. Все зависит от вас. Все в ваших руках, друзья мои. Учитесь, дерзайте, двигайтесь, мечтайте, притворяйте каждый день утром, когда просыпаетесь, говорит, я буду свою мечту двигать. Двигите его, эту мечту вашу, да, ее, и вы достигнете всего, что вы хотите. Потому что вы сильные, умные, красивые. Вы можете все. Главное, чтобы у вас было желание. Хорошо, спасибо большое за такой интересный ответ. Итак, есть такой вопрос. Для подачи документов в этом году нужна ли будет электронная подпись или надо будет все-таки приезжать лично? Потому что приемная кампания этого года все-таки заметно отличается по известным причинам от предыдущих. Какие у нас дела обстоят с электронными подписями, да? Позвольте, я еще раз вот внесу ясность в этот вопрос. Приезжать не нужно. Вы регистрируетесь в личном кабинете на сайте приемной кампании в нашей социально-образовательной сети Буду студентом. Вы регистрируетесь и проходит там авторизацию с предоставлением паспортных данных. То есть, ваша личность подтверждена. Поэтому все документы, начиная все процессы, которые предусмотрены приемной кампанией, начиная от подачи документов, аттестата, ваших индивидуальных достижений, заявлений на зачисления, вот все будет происходить в электронном виде через ваш кабинет в социально-образовательной сети. Буду студентом. Хорошо. Участники диалога пишут такие вопросы. Не особо понятен на сайте для абитуриентов один момент. Обязательно ли нужно сдавать вступительные экзамены, если хочешь поступать по баллам ЕГЭ на бюджет? Ну, здесь, наверное, я тоже, позвольте, отвечу. Я понимаю, о чем речь идет. Дело в том, что на сайте приемной кампании представлена всеобъемлющая информация для всех абитуриентов. Дело в том, что школьники, выпускники общеобразовательных школ сдают ЕГЭ. И в Институт диалоги и нефтегазовых технологий на бюджет конкурс только по результатам этих ЕГЭ. Это русский, физика и математика. Естественно, профильные, если говорить о математике. Часто этот вопрос задают. Но, кроме этого, к нам могут поступать еще и выпускники техников и колледжей. Это системы профессионального образования, СПО. Вот они ЕГЭ не сдают. А время с того момента, они либо вообще не сдавали ЕГЭ, либо сдавали давно. И сейчас они сдают внутренние испытания здесь, в КФУ. Они поступают по результатам внутренних испытаний. А подчеркиваю, школьники, которые сдают ЕГЭ, проходят конкурс на бюджет только по результатам ЕГЭ и никаких дополнительных экзаменов не предусмотрено. Хорошо. Человек, который задал этот вопрос, вас благодарит. Искренне. Спасибо. И давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Есть ли международные стажировки или обмены на нефтегазовом направлении? Да, конечно, есть. Сегодня институт взаимодействует не только с ведущими российскими медицинами компаниями, но и работает практически со всеми крупными международными компаниями в разных странах. У нас очень тесное партнерство с компанией Шлюмберже, где могут наши, значит, студенты пройти практику. И есть возможности также пройти практику и участвовать в проектах с ведущими компаниями из Китая, Ближнего Востока. Мы активно взаимодействуем с китайскими медицинами компаниями, такими как Петрачайна, Синопек, взаимодействуем с Латинской Америкой, с Кубой, с Венесуэлой, с Колумбией. И, в принципе, действительно сегодня очень большие возможности и горизонт открытый. Можно проходить практику из, значит, и России, но при этом участвовать в международных проектах. Такая возможность тоже есть. И есть обмены с университетами. Да, я уже немножко об этом говорил. Еще раз хочу сказать, что такие обменные программы у нас есть с Имперским колледжем Лондона, есть программы с Французским институтом нефти, есть программы с Юго-Западным нефтяным университетом. В принципе, вот это только часть наших партнеров. И еще очень тесное взаимодействие у нас идет с Фрайбышской горной академией. Это Германия. Это один из самых таких старейших ведущих университетов в области как раз полезных ископаемых. Туда, там обучался сам Ломоносов, и сегодня это старейший университет Германии в этой сфере. Хорошо, благодарю вас. И все-таки возвращаясь о вопросах вступительных испытаний ЕГЭ, у меня снова вопрос к вам. Как обстоят дела с вступительными баллами? Средний балл, минимальный балл. Известна ли актуальная картина и информация? Минимальный балл имеется в виду математика, например, которая вообще принимает в этом смысле, да? Да, в этом смысле, да. Эта информация, конечно, есть. Она сейчас есть на сайте приемной компании. Точные цифры по минимальным баллам я сказать сейчас озвучить не могу. Если здесь, во-первых, вы можете ознакомиться с этим на сайте, либо другой вариант, вот в описании к видео мы дадим ваш контакт, я оставлю свой адрес электронной почты, уточним и обязательно всем ответим. Хорошо. И новый вопрос. Что можно рассказать о школе юных геологов? Какие она перспективы и возможности открывает для старшеклассников, которые увлечены нефтегазовым делом? Действительно, это очень интересный вопрос. Мы много работаем со школьниками, которые увлечены и нефтегазовым делом, и геологией в целом. Значит, всеми направлениями мы приглашаем школьников к нам. Мы со школьниками работаем, с большим удовольствием работаем. Для чего мы их приглашаем? Во-первых, мы занимаемся действительно интересными вещами. Я сейчас рассказал, начиная буквально от физики до генетики, все мы изучаем, и это очень интересно. Мы школьников приглашаем. Если вы выбираете профессию, вы к нам придите, мы расскажем, чем занимаемся. У нас есть занятия для школьников, вот это мы называем школу юного геолога. Готовим вас к участию в олимпиадах, помогаем вам делать проектно-исследовательские работы. Причем мы даже, у нас есть такая программа и квота определенная для доступа в наши лаборатории, где вы можете прийти, и, конечно же, либо самостоятельно после некоторого инструктажа, либо под руководством, либо воспользоваться результатами, экспериментов в этих лабораториях. Мы открыты для вас и приглашаем всех школьников, которые сейчас слышат нас, скажем, 9-й, 10-й класс, которые еще не абитуриенты. Вы приходите к нам, наши двери для вас открыты. Есть разные программы. Мы приглашаем вас в научные конференции. У нас есть секция геологии в рамках конференции, Всероссийской конференции имени Николая Ивановича Лобачевского. У нас есть Олимпиады и межрегиональные предметы Олимпиады Казанского университета, которые, кстати, забегая вперед, дают преференции. При поступлении вы можете заработать дополнительные баллы, дополнительные достижения, став, конечно, победителем или призером этой Олимпиады. Это же относится и конференция имени Лобачевского. Также в республике проводится полевая Олимпиада геологов. Это вообще интересная вещь, где вы можете заниматься в составе кружка геологического, летом ездить на полевую Олимпиаду, ходить в маршруты и не только весело проводить время, но и получать знания, что для вас, мне кажется, очень-очень важно. Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю, что наша встреча проходит в режиме реального времени. Свои вопросы вы можете оставлять прямо в сторис, прямой трансляции нашего инсталайфа. И следующий вопрос вновь связан с магистратурой. Расскажите, пожалуйста, как проходит вступительный экзамен в магистратуру, связанную с интегрированным моделированием? Есть ли такая и что она из себя представляет? Да, давайте я расскажу. Сегодня нефтегазовая технология, вообще нефтегазовый мир, он немножко меняется. И вообще в целом все меняется, поскольку практически во всех сферах мы начинаем применять все больше и больше цифровые решения. И нефтедобыча, нефтеразработка, поиск месторождений. Это тоже та сфера, в которую очень быстро эти цифровые технологии внедряются. И в ответ, так сказать, на вызовы, на те перспективы, которые есть в области, нами была открыта магистрская программа интегрированного моделирования. Эта программа, она ориентирована на то, чтобы подготовить специалиста, который может решать различные задачи нефтяных и нефтегазовых компаний, связанные как раз с процессами моделирования. Причем здесь мы охватываем такие сферы, как геологическое моделирование, это то, что связано с оценкой вообще месторождений, насколько они перспективны, что они собой представляют. Это гидродинамическое моделирование, это то есть уже та сфера, которая связана с разработкой, с добычей месторождений, то есть с теми потоками нефти и газа, которые, значит, в пласте там двигаются, и как можно наиболее эффективно все это добывать. Это моделирование уже связано с стадией эксплуатации, с подготовкой флюидов. То есть, в принципе, все сферы моделирования в этой программе люди осваивают и уже готовя свой магистский проект, они на чем-то из этого сосредотачиваются и делают проект именно уже с какой-то компанией, то есть моделируют какой-то объект. То есть это очень такая практика ориентированная, программа ориентированная на будущие такие потребности нефтяных компаний. Поступать туда можно в два этапа, то есть подать документы, которые будут рассмотрены по формальному признаку, и дальше у нас идет тестирование и собеседование со студентами. И вот таким образом все это происходит. Примерно это все будет протекать следующим образом. До 25 июля можно подать документы туда, начало подачи документов с 20 июня. И уже, значит, в конце июля, начале августа можно пройти вступительные испытания и успешно, надеюсь, пройти отбор и стать нашим студентом. Хорошо. Тут для вас поступили встречные вопросы. Насколько сложно учиться на направлении геофизика, геохимия и есть ли бюджетные места на данных направлениях? Конечно. Бюджетные места это бакалавриат, имеется в виду, да? Конечно, есть места, бюджетные места есть. Учиться, ну что значит сложно учиться? Учиться всегда сложно, если учишься, да? Если не учишься, совсем не сложно, и сразу вылетаешь. Поэтому это как бы, ну, я не скажу, что прямо ужасно сложно, скажем, да, где-то, ну, что значит сложно? Если вы занимаетесь все время, все время выполняете план рабочий, который идет у вас еженедельный, там у вас идут лекции, практические, знаете, там, скажем, какие-то контрольные работы, если вы все это выполняете, то есть, если вы имеете те, какие вы имеете, поступили, то я думаю, сложность только в том, что если вы не будете учиться, то у вас будут проблемы, конечно, вот в этом сложность, конечно. То есть, если вы регулярно будете заниматься, выполняете задания, которые дают преподаватели, то ни в какой проблемы нет. То есть, обычно у ребят, к сожалению, бывают психологические проблемы, то есть, проблемы такого плана, скажем, вот он пришел, пропустил несколько лекций, и уже как бы боится уже, и не может там дальше идти, вот здесь не нужно вот зацикливаться на каких-то таких проблемах, в конце концов, обращаетесь, либо к вашим кураторам, либо прям можете мне письмо написать, скажите, да не скажут, вот учился, пропустил два занятия, сейчас боюсь идти на третье, потому что спросит, ничего не знаю, двойку получу, да? Вот то есть, как в школе, например, или даже хуже, потому что здесь не школа, здесь за вами никто не следит, каждый день вас не опрашивают, и вы можете получить так, что вы упустили что-то, да? Вот не нужно здесь бояться, эти проблемы бывают у всех, просто нужно взять себя в руки и дальше продолжать спокойненько заниматься. То есть, очень часто люди испугаются, боятся, бросают и зацикливаются на этой проблеме, и потом, конечно, естественно, приходит сессия, разбитые корыта, и людей мы отчисляем. Да, мы много отчисляем людей, бывает, но бывает люди, скажем, уровень у них действительно слабый был такой, либо они вот не занимались, либо занимались другими какими-то делами, да? Вот бывает так, но если вы будете просто вот спокойно учиться, не напрягаясь, просто ежедневно выполнять занятия, то спокойно будете, ну, если не нужно прижать, будете отличником. То есть, никакой проблемы нет. Становится понятно, что жизнь студентов, особенно на первых курсах, очного отделения довольно насыщенная, активная. Да. А вот что касается заочного обучения, чему оно отличается? У нас пока заочного нет, того обучения, да, в принципе, вот, но у нас есть очень большое направление, которое занимается переобучением, обучением в течение жизни, да, вот сейчас мы живем в таком мире, когда вот вы закончите бакалавриат, и вот вы закончили бакалавриат 4 года, и вам кажется, вот, что-то я не то сделал, вот, наверное, я туда-не туда пошел, да, или, например, вы учились где-то, например, на физфаке, да, что-то я не то сделал, вот у вас возникает возможность перейти, значит, заняться чем-то другим, то есть, уйти в другую магистатуру, например, вот физики приходят к нам, математики приходят к нам заниматься геологией, нефтегазовым делом, да, химики приходят к нам заниматься нефтегазовым делом, вот Михаил Алексеевич, он сам химик, он вообще занимался фундаментальной химией, где-то, пришел к нам, стал нефтяником, теперь уже его весь, вся Россия знает, что как нефтяника, да, а раньше он был хорошим химиком, поэтому, знаете, сейчас мир так устроен, что вы всегда можете поменять профиль вашей деятельности, тем более, что вот, некоторым не нравится вот эта система, бакалавриат, магистатура, например, мне нравится эта система, вот бакалавриат, вы проучились, поняли, что не совсем попали в точку, поменяли специальность немножко, захотели стать экономистом, пожалуйста, приходите на экономику, занимайтесь там, магистатуру, поступайте юристом, пожалуй, даже так, понимаете, или, например, эколог приходит к нам, очень много экологов приходит к нам учиться, нефтегазовым делом заниматься, да, Поэтому, друзья, не волнуйтесь. Если вы немножко ошибетесь, то всегда можете. Во-первых, вы можете выбрать какую-то траекторию. Если вы хорошие учитесь, приходите к руководителям, преподавателям и скажите, давайте я выберу более такую индивидуальную траекторию. Это тоже можно сделать. То есть существуют все законные возможности изменения вашей траектории обучения. После магистратуры вы можете поступить в аспирантуру. И потом вы можете учиться, прийти и получить переподготовку, например, в течение 500 часов обучиться, в течение года. Вы можете вообще другое высшее образование получить. И вот у нас есть большой департамент, где мы занимаемся дополнительным образованием. Ежегодно мы около тысячи сотрудников нефтяных компаний переобучаем в разных направлениях, повышаем квалификацию, учим, как нужно моделировать, как делать геомеханическое моделирование, как использовать новые технологии повышения нефтеотдачи. Как мы сейчас разрабатываем, меняем парадигму разработки больших месторождений. Вот большие месторождения, 10 в России, огромные месторождения, гиганты, их уже разработали, там почти нет нефти, там качают жидкость, которая 5% нефти, 95% воды. Мы говорим, ребята, стоп, мы придумали новую технологию, которая позволит из этих месторождений еще по много миллиардов тонн нефти выкачать. Причем все есть, трубопроводы есть, инфраструктура есть, люди есть, клубы есть, рестораны, города есть, детские садики, школы все есть, люди живут. Мы говорим, давайте мы из этого месторождения, которое кончилось, на последней стадии разработки добудем еще 3 миллиарда тонн нефти. Понимаете? То есть, потому что, оказывается, сегодня мы из месторождения добываем только 30-40% нефти, не больше, все остальные 60-70% нефти остаются там. Понимаете? Это все нужно делать. И для этого нужны нам ребята, вот вы как раз нам нужны, молодые, амбициозные ребята, которые хотят стать успешными и счастливыми. Приходите к нам. Хорошо, спасибо. Итак, следующий вопрос связан с магистрской программой Petroleum Engineering. А Михаил Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как проходит отбор и собеседование, а также по каким критериям отбирают студентов? Ну, опять-таки, прием документов у нас начинается с 20 июня на эту программу, и продолжается до 25 июля. Пакет документов, значит, включает стандартные. Все документы, которые нужны для того, чтобы поступить в магистратуру, то есть это диплом, копия паспорта, ну и другие, значит, документы. Дополнительно, для того, чтобы участвовать в конкурсе именно вот на эту программу и получить грантовую поддержку, значит, от компании BP и Роснефть, необходимо предоставить сертификат о знании английского языка, поскольку эта программа англоязычная и один год будет проходить в Лондоне, поэтому знания языка очень важны для поступающих и уже будущих абитуриентов. И второй момент, мы тоже хотели бы отметить то, что средний балл диплома должен быть не ниже 4,5, но с другой стороны, мы будем рассматривать не только студентов нефтяных специальностей, на эту программу могут подать ребята, которые заканчивали бакалавриат либо магистратуру по естественным наукам, физико-математическим наукам, техническим наукам, наукам о земле. То есть, в принципе, эта программа открыта для ребят с разным, так сказать, начальным бэкграундом. Это даже очень хорошо, поскольку для того, чтобы сегодня развивать нефтегазовую технологию, нужны очень такие широкие знания. И вот такие специалисты, которые имели не только нефтяное образование, еще какое-то могли бы больше сделать для этого. Значит, после того, как заканчивается прием на документы, 25 июля проходит заочный этап, документы рассматриваются Казанским университетом и, конечно, что очень важно, Имперским колледжем Лондона. И те, кто вот эту первичную, так сказать, заочный этап документов пройдет, они уже идут на очный этап. Я еще хотел бы отметить, что кроме, значит, вот таких вот документов официальных, необходимо еще будет ребятам, кто хочет на этой программе участвовать, приложить некое эссе, в котором они пишут, почему они хотят на эту программу поступить, ее закончить, и что они хотят делать в будущем. Потому что это тоже очень важно понимать и компаниям, которые ведут грантовую поддержку, и, соответственно, университетам, которые программа реализует. И уже после этого вочный этап, который будет проходить 6-7 августа, 6-го будет тестирование, а 7-го будет собеседование как раз с представителями этих компаний, Роснефть и BP. Ну и 8-го будет оглашен список тех, кто прошел на грантовую поддержку и сможет обучаться по данной программе. Хорошо, благодарю вас. Прекрасная половина наших зрителей интересуется, а много ли девушек вообще поступает в Институт геологии и нефтегазовых технологий, или все-таки нефтяные профессии, это чисто мужская привилегия? Ну, конечно, у нас, я даже не знаю, разные годы по-разному. У нас даже бывают годы, когда у нас девушек больше, да? Бывает так. Бывают такие, были такие годы. То есть, если вот раньше было, что да, это профессия чисто мужская, на самом деле, сегодня, конечно, нет. Вот все уже мои коллеги говорили, что не просто нужно быть геологом с молотком, с рюкзаком, да, сегодня это и компьютерщики, и химики какие-то мощные, и математики, и физики, как бы, да? То есть, люди, которые работают в офисе, например, да? Сейчас нефтяные компании такой лозунг говорят, мы цифровая компания, мы цифровая нефтяная компания, да? То есть, насколько вот цифровизация глубоко проникла в разработку, поиски, разработку, значит, нефти, там, и вообще освоение месторождения, да? Ну, это фантастика просто. То есть, сегодня, вот, например, у меня ребята работают в Газпроме, например, да? Сегодня большинство людей Газпрома, которые вот, наши выпускники, они работают дома. То есть, они сидят на компьютере и работают из дома, понимаете? Вот в Питере, например, да? Потому что их работа заключается не просто, скажем, там, ходить там с какими-то, я не знаю, там, крутить какие-то вентили, там, да, а вот именно работать в офисе. То есть, во многом, эта работа сегодня изменилась принципиально. То есть, это работа на компьютере. То есть, это решение каких-то задач. То есть, проведение каких-то совещаний, опять-таки, решение каких-то задач, там, скажем, да? Написание каких-то документов, да? То есть, вот, выработка каких-то каких-то принципиальных, стратегических, там, или тактических решений каких-то, да? Вот в чем заключается работа сегодня геолога-нефтяника. То есть сегодня женщины, пожалуйста, они огромное количество работают. Вот приходите на геофаг, смотришь, вот какой-то цветник прям, вот девушки-девушки ходят, красивые девушки. Это для мальчика тоже такой лозунг. У нас много красивых девушек. Ну что ж, замечательно. А на этом вопросе наш инсталайф подходит к концу. Спасибо, что были с нами. И встретимся в Институте геологии и нефтегазовых технологий. Субтитры создавал DimaTorzok